Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Преполомни, очи нас, Сергия, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 ноября. Страдание святого мученика Викентия. Отечеством святого Викентия была Испания. Этот святой еще одни из своей юности посвятил себя на служение Богу и, прилежно изучая Божественное Писание, поучался в законе Божьем день и ночь. Он имел премудрого и исполненного добрых дел учителя, блаженного Валерия, епископа в городе Августополе. Тей епископ, видя, что ученик его Викентий благоразумен и благонравен, посвятил его в диакона и сделал проповедником Слово Божие. Ибо хотя сам он весьма хорошо знал Священное Писание, но, будучи косноязычен, не мог ясно говорить, а поэтому и поручил своему диакону, блаженному Викентию, как человеку достойному, премудрому и ясно говорящему, получать народ в церкви, проповедуя Слово Божие. Святой Викентий, приняв от своего епископа это повеление и благословение, не только в церкви, но и на всяком месте, где было для того удобно, усердно получал и наставлял народ, указывая путь спасения для души. В то время от нечестивого императора Диоклетиана в Испанию был прислан один судья по имени Датиан, родом грек, жестокий по характеру и яростный гонитель и мучитель христиан. Послан Датиан был для того, чтобы без пощады предавать смерти всех исповедующих имя Христова. Этот судья, прибыв в один испанский город, Валенсию, пролил там много христианской крови, похищая, как волк овец Христова. Услыхав здесь об епископе Валерии и о диаконе его Викентии, живущих в Августополе, Датиан послал за ними своих воинов, повелев заковать их и в околах привезти к нему на суд. Воины, исполняя повеление Датиана, взяли обоих святых, заковали их в тяжелые железные оковы и повели в Валенцию, причиняя им по дороге большое стеснение, и стомляя их голодом, жаждаю и быстрым ходом. Ибо сами воины быстро ехали на конях, а святые, не будучи в состоянии поспевать за воинами, едущими на конях, падали, и их влекли долгое время, как бревна, привязанными к коням. Когда они были приведены в город Валенсию, то мучитель повелел тотчас вернуть их в мрачную и смрадную темницу, каковой держали их долгое время без пищи и питья. Но Бог укреплял их в своей благодати, дабы они ни из них могли, ни потеряли сил для совершения мученического подвига. Между тем, мучитель боясь, чтобы узники не умерли, и ему не на ком было бы проявить свою ярость, приказал привести их к себе. Увидав, что они нисколько не пострадали ни от голода, ни от жажды, ни от тяжелых оков, а напротив окрепли телом и просветились лицом, мучитель сказал темничному стражу, «Зачем ты давал им пищу и питье? Они сильно потолстели!» Страж с клятвой уверял его, что ничего не давал заключенным. Тогда мучитель со строгостью стал говорить с епископом, думая, что если он устрашит своей строгости епископа, то тем более сделает кротким и боязливым диакона. Но этого не случилось, ибо Господь, не излагающий сильных с престолов и возносящий смиренных, благоволил, дабы гордость этого надменного мучителя была посрамлена юнейшим и низшим пассану. Датиан прежде всего спросил епископа, «Почему ты противишься царскому повелению и не поклоняешься нашим богам, а прославляешь какого-то Христа?» Епископ давал ответы Датиану тихим голосом и скротостью, как бы показывая некую боязнь. Тогда диакон Викентий, исполнившись Святого Духа, возгорелся ревностью о Боге и сказал своему епископу, «Зачем ты, отче, говоришь так тихо, как бы боясь, и отчего на лайне этого пса не отвечаешь с дерзновением? Исповедуй громким голосом силу Христову и свободно обличай и побеждай безумие этого лукавого человека, который хочет идти против Бога, своего Творца, даровавшего ему такую власть, и хочет, подобающее Богу, почитание, воздавать бесам. Ныне надлежит совершенно победить того дьявола, коего многие люди, как немощного и трусливого, изгнали именем Христовым, и сокрушить главу этого змея». Датьяну слыхав эти слова и, видя, что святой диакон Викентий ни во что считает всю его силу, власть и угрозы, сказал предстоящим, «Уведите отсюда епископа, я побеседую с этим юным диаконом». Обратясь затем к палачам, учитель сказал им «Приготовьте все орудия мучений, дабы ответить самым делом тому, кто унижает нас своими словами». Потом повелел привязать святого к дереву, трогать и терзать его тело железными когтями. Когда воины приводили в исполнение приказание Датиана, то земля росилась кровью, текшей ручьями из истерзанного тела, а через глубокие язвы мученика стали видны кости. Мучитель же, насмехаясь над святым, говорил ему, «Что ты теперь скажешь, Викентий? Видишь, какими ранами уязвленной растерзано твое тело!» Но святой отвечал ему «Чего я желал, то и получил, ибо это то самое, чего я всею душою желал. Поверь мне, судья, что для меня не было выше желания, как пострадать за моего Господа, и никто не оказал мне этой милости, кроме тебя, хотя ты и по злобе это делаешь, тем не менее оказываешь мне благодеяние, предав меня мучению, ибо насколько ты умножаешь мои мучения, настолько мой Господь увеличивает мне и воздаяние на небе. Я посредством этих тяжких мучений, как по ступеням, восхожу к Богу моему, живущему на высоте. Надеждой на Него я как бы уже прикасаюсь к небу, а царское повеление отвергаю и смеюсь над твоим безумием. Не прекращай моих мучений, но предай меня еще большим мукам. Молю тебя, будь более и более для меня жестоким, и повели твоим слугам не переставать меня мучить, пока не умрет мое тело. Я же, как раб Христа, Господа моего, готов все претерпеть за имя Его». Мучитель, выслушав эти слова святого, пришел в ярость и закричал на слуг, чтобы они не жалели рук для мучения, еще сильнее мучили Христова страдальца. Когда же он увидал, что слуги изнемогают, то встав начал их бить. А святой смеялся над его гневом и говорил ему, «Что ты делаешь, судья? За что ты бьешь своих слуг? Они меня мучают, а ты отомщаешь им за это!» Датьяна, изеленный этими словами мученика и его непобедимым терпением, пришел в еще большую ярость, заскрежетал зубами, сильно побледнел и затрясся от гнева. Затем, несколько успокоившись, он скротостью стал говорить слугам, «Что это значит, мои верные слуги, что этот злодей не чувствует тяжести ваших рук и не страшится мучений, но еще и смеется над вами, как никто никогда не смеялся? Мало ли было разбойников, злодеев, отцы убийц и волшебников, которых вы замучили вашими сильными руками, и не было ни одного такого, как этот, который теперь в ваших руках и смеется надо мной и над вами? Неужели вы снесете такое посрамление? Соберите все свои силы и еще сильнее мучите его!» Но святой Викентий еще более смеялся над их слабостью и говорил, «Не прошу я тебя, мучитель, чтобы ты перестал меня мучить, но изобрети еще большие муки, ибо сила Христова, помогающая мне, гораздо более, нежели твоя сила, предающая меня мукам, я не ослабею, исповедуя и прославляя Иисуса Христа, единого истинного Бога. О, если бы и ты познал этого Бога, видя его великую силу, являющуюся во мне немощным, которую ты со всеми своими слугами не можешь победить, но ты, видя, не видишь и слыша, не разумеешь, и не перестаешь совершать бесовскую волю на погибель в своей душе. Судья, не имея сил ничего достигнуть посредством мук, и во сквозь суставы и кости мученика проникало острое железо и доходило до его внутренностей, но он оставался невредимым, задумал лестью склонить святого к своему нечестию и стал ему говорить кротко «Пощади твою юность, Викентий, и не желай, чтобы цветок твоей жизни прежде времени завял. Не прекращай долгих лет своей жизни, но пощади самого себя и принеси нам раскаяние, дабы не погибнуть тебе совершенно. Ибо я жалею тебя и желал бы видеть тебя не в бесчестии и муках, но в почете и в славе, так как я и спросил бы тебе для тебя великую почесть, если бы ты послушал меня». Святой Викентий на эти льстивые слова Датиана ответил «Для меня гораздо хуже твое лукавое милосердие, нежели твоя ярость, ибо я не столько боюсь мук, сколько устрашаюсь твоих льстивых слов. Прекрати это пагубное для моей души лукавство и обрати на меня всю силу своего мучительства, «Предай меня мучением без милости и познай силу Христа, вселяющуюся в любящих Его». Эти слова мученика снова привели мучителя в сильный гнев, и он повелел пригвозить мученика ко Христу и разными способами мучить все его тело. Когда слуги, исполняя повеления мучителя распятого, святого били и разожженным железом опаляли его раны, то Христов мученик вдруг упал с креста на землю. Слуги думают, что святой же умер, взяли его, желая унести оттуда. Но святой, укрепляемый благодатью Христовую, освободился из их рук и снова повис на кресте. При этом он укорял слуг в нерадении, говоря, что они безусердия исполняют повеления своего господина. Тогда слуги пришли в сильную ярость и начали всячески мучить святого со всей своей силой, пока сами совершенно не изнемогли. После этих мук, по повелению мучителя, святого Викентия заключили в темницу, кое всего из раненого с раздробленными членами и растерзанными жилами положили на острых черепках. Когда наступила ночь и стража крепко спала, внезапно в темнице воссиял свет и к святому сошел с неба лик ангелов, утешая его в страданиях. Святой мученик Викентий получив через это ангельское посещение исцеление своих ран и исполнившись неизреченной радости, прославлял Бога. Стерегущие его воины проснулись, услыша, что он с весельем воспевает. И, увидев в темнице несказанный свет, сильно испугались и побежали известить об этом Датьяна. А он находился в большом затруднении, измышляя всю ночь, что бы еще сделать с непобедимым мучеником, и, наконец, придумал такую хитрость. Он повелел приготовить прекрасное ложе и, послав на нем мягкую постель, положить на нее святого. При этом учитель повелел приставить к святому соблазнителей, научив их, чтобы они утирали кровь его и перевязывали раны и оказывали ему всякие услуги, как бы сожалея его и печалясь о нем. И, чтобы, обызая ноги его, они молили его помиловать себя и не предавать себя еще большим мучениям, а исполнить царское повеление. Когда приводили в исполнение это приказание Датьяна, то святой говорил, «Для меня лучшим было ложа в муках на черепках, нежели это, и этим вы, лукавые соблазнители, не прелестите меня». Мучитель, видя что хитростью своей он не может ничего достигнуть, снова обратился к мучениям. Он повелел разжечь железные доски и прикладывать их к бокам святого. Потом, по его приказанию, положили мученика на железную решетку и, разведя большой огонь под решеткой, жгли на ней мученика. Мученик же с твердостью переносил все эти муки исповедуя Иисуса, имя Иисуса Христа, и, окончив подвиг своего мученичества, предав свой дух в руки Господа своего. Кончина последовала в 34-м году. Мучитель, видя что святой умер, повелел вынести тело его в поле и бросить без погребения на съедение птицам и зверям, а в отдаление повелел поставить стражу, дабы тело мученика не взяли христиане. Но Бог, который хранит все кости праведников, приставил необычайного стража к телу мученика, повелел охранять его ворону. Стража, поставленный Датьяном в отдалении, видела, что когда на тело святого нападало множество хищных птиц, то ворон всех отгонял и не позволял ни одной птице сесть на тело мученика. И хотя сам ворон по природе своей любит клевать мертвые тела, но удерживаемой силой Божией он и сам не прикоснулся к телу святого и другим птицам препятствовал прикоснуться. Еще чудеснее, когда пришел волк и хотел унести тело святого, ворон силой напав на него и сбил его крыльями, отогнал и его. Когда стража возвестила об этом Датьяну, он весьма удивился, однако не хотел видеть в этом силы Божией и повелел бросить тело мученика в море. Воины, взявши свистное тело Викентия, сели на корабль и, отплыв далеко в море, бросили его в глубину морскую, а сами поплыли обратно к берегу. Когда они подплыли к берегу, то увидели тело мученика, лежащим на берегу. Пораженные ужасом, они убежали, а христиане, взяв святые останки мученика, честью погребли их, прославляя Отца и Сына и Святого Духа. Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Благодарим вас за просмотр данного видео. Ставьте палец вверх под этим видео, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Колокольчик будет давать вам возможность узнавать о новых полезных видео на нашем канале самыми первыми. Субтитры подогнал «Симон»